Всех приветствую на своем канале и сегодня мы снова мучаем смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro И в этом видео мне хотелось бы рассказать, как вернуть к жизни данный смартфон после неудачной прошивки Уже очень много пользователей обращаются с данным вопросом и я решил снять на эту тему видео, в котором я покажу, как данный смартфон вернуть к жизни Сразу скажу, тема придумана не мной, весь материал взят с сайтов ОПДА, все программы, все прошивки, все утилиты точно так же были скачаны с сайтов ОПДА Ну и перед тем, как мы перейдем к главному, расскажу немножко о симптомах данного смартфона, почему он у нас окирпичился Хотелось мне прошить данный смартфон под глобальную версию и хотелось бы одновременно иметь рут права на данном смартфоне Но так как Xiaomi заблокировал загрузчик, получение рут прав существенно затрудняется Но благодаря определенной тематической ветке по данному смартфону на сайте ОПДА Нам все же удалось разблокировать загрузчик, прошиться на шестую версию андроида и получить рут права на данном смартфоне Но было не учтено одно но Шестой андроид, он изначально шифрует данные Что это означает? Означает то, что после того, как вы прошились, вы зайдете в кастомный рекавери Раздел смартфона с данными, он будет зашифрован То есть мы не сможем получить к нему доступ Потребуется некий пароль для расшифровки, которого естественно у нас нет После того, как ничего не сделали в рекавери Мы перезагрузились сразу же с надеждой зайти в операционную систему смартфона И получили мы, значит, такой кирпичик Заставка висит и больше ничего не происходит В данном видео хотелось бы показать выход из этой ситуации Потому как, если вы получили, значит, вот такой вот симптом Что заставка зависшая и больше ничего не происходит Кроме этого метода, больше ничего не получится сделать Потому как, для того, чтобы прошиться нормально Нам нужно перевести смартфон в так называемый EDL режим В этот режим можно зайти двумя способами Первый способ, это когда у нас полностью рабочая прошивка Мы зашли в операционную систему данного смартфона Включили в настройках смартфона Отладка по USB Все уже, наверное, знают, как это делается И после этого можно будет с помощью утилит FastBoot и ADB Можно будет перевести данный смартфон в режим EDL И второй способ, который переводит смартфон в данный режим Это так называемый TestPoint Это значит, что мы должны разобрать наш смартфон И на плате найти два контакта, которые нужно будет замкнуть Чтобы перевести данный смартфон в режим EDL Ну и, собственно, давайте перейдем к главному Снимем нашу основную плату Найдем эти два контакта И попробуем перевести наш смартфон в режим EDL Кто уже это хоть раз сделал, то он знает, как выглядит режим EDL В первую очередь смартфон будет показывать мигающую индикацию красным цветом Итак, перейдем к разборке данного смартфона Ну и так, чтобы не затягивать данное видео Я уже снял заднюю крышку Открутил болты с главной платой Ну и давайте приступим Разобрали плату Вот, вы видите, что на задней плате наклеена такая фольга медная И самое интересное, что эти точки, тест-поинты, так называемые Вот, они находятся под ней И ориентир Вот здесь нужно будет немножко прорезать в эту фольгу И ориентир, это вот эта вот прорезь Ну вот, вроде бы должно быть видно Вот так они выглядят Итак, друзья, для того, чтобы перевести смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro в EDL режим для прошивки Нужно подключить его к компьютеру Пошла зарядка у нас Загорелся зеленый индикатор После этого нам нужно замкнуть ближние два контакта Между которыми большее расстояние Давайте попробуем Вот мы пинцетиком замыкаем Смартфон начал мигать красным цветом Индикации Вот мы держим его Не отпускаем Теперь отпускаем Нет, смартфон не перешел в EDL режим Надо было дольше подержать Давайте еще раз пробуем замыкать Видите, с первого раза не получается Но я думаю, сейчас у нас все получится Надо немножко дольше подержать Все Наш смартфон переведен в EDL режим После этого можно запускать утилиту Mi Flash Подкидывать туда нашу прошивку Кастомную или какую-либо Ну и далее прошиваться по инструкциям Инструкции и ссылочки на данную тему на сайте FOPDA Я оставлю внизу под этим видео Все, теперь можно прошивать данный смартфон После того, как я прошью Я покажу вам конечный результат В следующем видео покажу сам процесс прошивки Чтобы уже в одном видео не лепить все вместе Итак, друзья, вот вы видите Пошла перезагрузка после прошивки данного смартфона Субтитры сделал DimaTorzok Зайдем в настройки Посмотрим По телефоне Вот смотрите Android версии 6.0 Проверим обновление Есть ли на данный смартфон Вот, смотрите Показала нам Доступна новая версия 6.12.1 еженедельная Итак, друзья Считаю, что данное видео Свои цели достигло Кому было что-то непонятно Задаем вопросы в комментариях Вот, я постараюсь на все вопросы ответить Всем, кому было полезно данное видео Ставим лайки Подписываемся на мой канал Задаем вопросы в комментариях Ждите новых видео И до скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова